И начнем, пожалуй, с самой резонансной новости уходящей недели. Накануне глава Челябинска Евгений Тевтелев заявил, в мегаполисе вот-вот откроет первый, пока единственный в области, вытрезвитель. Тему тут же начали живо обсуждать, на форумах и в социальных сетях вспомнили и советское прошлое, куда без него. Попасть в вытрезвитель тогда означало бумага на работу, выговор, могли лишить премии или вычеркнуть из очереди на квартиру. Воспитательную работу с теми, кто не соответствует моральному облику строительства, коммунизма, ввели в милиции. Во времена дикого капитализма ситуация поменялась в корне. Вытрезвитель 21 века. Что это такое? Добрая сказка для пьяных или бизнес-проект по сбору штрафов? Отрезвляющая, правда, в нашем сюжете. Сколько водки выпили? Литр. Литр выпили? Ставить диагноз эти врачи научились по количеству литров, выпитых пациентом. Арифметика проста, от нескольких рюмок до полулитра крепко, во случай средней тяжести пострадавшего, если он на ногах, отправляют прямиком на медицинский осмотр. От литра и больше, случай более тяжелый. Первым делом на больничную койку спать, причем под присмотром медиков. Теперь доля у врачей такая, ухаживать за теми, кому море по колено. Сашка, 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 поместная. Нормально все? А, нормально, говорю, все? А-а-а! Ну, вы сами видите, результаты пребывания подобных товарищей у нас здесь, они бывают достаточно агрессивные, пытаются у нас бить окна, выламывать двери, периодически бьют сантехнику. Сколько раз меняли разбитую раковину в палате для перебравших, заведующая приемным отделением Первой горболицы Татьяна Наумова уже сбила из-за счета. Рассказывает, каждый вечер загулявших вытаскивают из сугробов, забирают с остановок и привозят сюда. В будни по три человека, по выходным в два раза больше. Осмотр, процедура и на боковую, прям как в санатории. Впрочем, некоторые одурманены зельем, категорически против такой отрезвляющей терапии. Нападают на дежурный медперсонал. Я сама однократно подвергалась нападению лица, так сказать, в алкогольном опьянении. Ну, пытался меня ударить во время осмотра. Зачастую они дерутся с нашими сторожами. Вместе со сторожами, с буйными пациентами, воюет совсем юная и очень миниатюрная медсестра. В отделении ее любя называют Оленька. В период запоя Оленька для одних заблуды, как старшая сестра успокоит, спать уложит, а утром принесет стакан воды. Для других, словно ангел-хранитель, бережет от нелепой смерти. Смотрим, как человек дышит, да, во-первых. Потом цветы у кожных покровов, нет ли у него обморожений. То есть, поворачиваем на бок, чтобы он не закрепнулся своими рвотными массами. И все-таки для Оленьки и других медсестер приемных отделений больниц работа с пьяными пациентами дополнительная малоприятная нагрузка. Пять лет назад в России закрыли вытрезвители из-за многочисленных скандалов с избиениями алкоголиков. Право приводить заблудык в чувства от НВД передали в медицинские учреждения. Жертвы зеленого змея стали привозить в больницы. Врачи вынуждены были терпеть побои и оскорбления. На этой неделе Евгений Тевтелев заявил, после пяти лет простоя в Челябинске вновь откроют первый, пока единственный в области, вытрезвитель. Потому что статистика, даже проведенная по обморожению людей зимой, показывает, что люди в алкогольном опьянении, они теряют чувствительность, они больше обмораживаются. Поэтому, наверное, есть необходимость предложить добровольно, принудительно людям воспользоваться услугами такого учреждения. Вытрезвитель, чиновники называют его центром временного пребывания лиц в состоянии алкогольного опьянения, будет работать на старом, знакомом, многим месте, на улице Курчатова. Помещение рассчитано на 35 человек. Сейчас здесь идет ремонт. Власти говорят, приют, конечно, не отель, пять звезд, но кое-какой all-inclusive точно будет. Трансфер до крыльца в полицейском авто, услуги медперсонала и казенная койка. За это все за Булдеги придется заплатить. Ночь в отрезвляющем хостеле с учетом штрафа будет стоить до 2000 рублей. Отдых под градусом нынче удовольствие не из дешевых. Палыч, беда. Били в отрезвитель и замели. А теперь арифметика. На открытие в отрезвитель из муниципальной казны направили 13 миллионов рублей. Деньги пойдут на содержание штата и сотрудников ЧОПа. Всего 28 человек. Будет предприятие дотационным или самоокупаемым большой, видимо, пока нерешенный вопрос. Аналитики предполагают, что в случае последнего, когда учреждение вынуждено будет зарабатывать деньги, центр может превратиться не в социальный проект, а в конвейер по сбору штрафов. И тут необходим жесткий контроль за соблюдением прав, хоть и пьяного, но человека. Кто этим будет заниматься, неизвестно. Полиция, безусловно, будет оказывать свое содействие. Но возможно, что этим будут заниматься также и медики. Полиция будет осуществлять свою деятельность в работе в отрезвителе, в частности, по составлению административных протоколов, следить за адекватностью прибывающих пациентов. Чтобы разгрузить приемное отделение больниц, по мнению экспертов, необходимо на берегу четко определить правила игры и критерии отбора клиентов в отрезвителе. Так, к примеру, после пары бокалов спиртного отправлять домой. В состоянии среднего опьянения, когда человек не стоит на ногах, но может говорить, спать в отрезвитель. И только в тяжелой степени опьянения, когда жизненно необходима помощь врача, везти прямиком в больницу. Юная медсестра Оленька, вместе с ней все медицинское сообщество Челябинска, рады и этому. Ну, будет меньше проблем, то есть мы будем заниматься нормальными людьми, то есть не алкоголиками. Анастасия Плотникова, Александр Павлов, ОТВ.